Вот такая история. Спасибо, прежде всего, Никите Тарчуку за его искренний, очень откровенный рассказ о тех событиях, которые происходят на Украине, непосредственно в Харькове. Я маленькую ремарку все-таки дам. Я уверен, что, прекрасно говорит Харьков, был и будет таким же прекрасным. А тот вопрос, который Никита задает относительно, кто ответственен за это все, я думаю, у вас тоже есть ответ на этот вопрос. У каждого из вас есть ответ на этот вопрос. Я дальше углубляться не буду. Напомню лишь, что Никита Трачук специально по нашей просьбе сделал вот эту запись на свой телефон и переслал ее нам. Никита, еще раз огромное-огромное спасибо, берегите себя. Я все-таки надеюсь, уверен, что до новых встреч. Мы еще увидимся в эфирах наших программ. А теперь мы начинаем то, что у нас принято называть программа «Разбор полетов». И я с удовольствием представляю своих сегодняшних гостей, мои коллеги, друзья, журналисты Марк Горин и Александр Ронкин по скайпу. Рад прессы «Добрый день». Добрый день. Мы говорим по традиции «Добрый день», как обычно. Но день не самый добрый, тем более после того, что мы прослушали, говорить о добре как-то так странно. Но мы все-таки поговорим, может быть, о вещах, которые сулят какое-то добро, а может наоборот не добро. Речь идет о нашей стране, о том, в каком, скажем так, международном акценте рассматривать для Израиля, прежде всего, то, что происходит на Украине. Начну с того, что пресс-служба Кремля сообщила вчера вечером, что состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Анафтали Беннетом. И, как написано в пресс-релизе, беседа состоялась по инициативе Иерусалима. Владимир Путин изложил принципиальную позицию российской стороны в отношении условий урегулирования конфликта. Конец цитаты. Эта встреча, этот разговор двух лидеров состоялся спустя два часа после того, как президент Украины Владимир Зеленский тоже поговорил по телефону с нашим премьер-министром и тоже изложил свою принципиальную позицию. У меня, друзья, к вам вопрос, который то, что лежит на поверхности. А стоит ли Израилю в этой ситуации брать на себя роль какого-либо посредника в российско-украинском конфликте? Ведь мы с вами хорошо знаем историю, знаем хорошо. Ведь, что бы ни случилось, все равно в любом случае во всем обвинят евреев. Или я сгущаю краски? Александр? Нет, Александр, вы не сгущаете краски. Я считаю, что роль посредника Израиля здесь совершенно ни к чему, поскольку обоснувает это двумя вещами. С одной стороны, я полагаю, что Израиль в такого рода конфликтах, а вернее, скажем так, в такого рода войнах должен вести нравственную политику. Нравственная политика, к сожалению, не всегда бывает сиюминутно оправдана. И более того, она иногда бывает сиюминутно опасна. Она иногда бывает сиюминутно вредна. Потому что, если реальная политика, что нам удобнее, что нам сделать лучше. Но в долгосрочном периоде нравственная политика, она всегда побеждает. И человек, который ведет такую нравственную политику, оказывается в более выгодном положении. Становиться посредником и делать вид, что ничего такого особенного не происходит. И делать вид, что мы ни за тех, ни за других. Я считаю, что для нашей страны сегодня это стыдно. Лучше нам само устраниться от этого. Я понимаю, что мы находимся в ситуации, когда на наших границах в любую минуту могут возникнуть тени русских самолетов. Когда в любую минуту нам могут попытаться ограничить наши военные возможности и возможности их применения нашей военной силы. Я понимаю, что, казалось бы, ради этого нужно как бы подыграть той стране, которую я и очень многие в Израиле считают неправой – Россию. Если же мы будем поступать нравственно, а в с моей ситуации, с моей точки зрения нравственно, это поддержать Украину, именно в этой ситуации, я не говорю, что всегда нужно ее поддерживать, но в этой ситуации будет даже хуже, чем если бы мы занимались так называемой реал-политикой. Самое лучшее, с точки зрения политики, дорожаться от этой войны как можно дальше. Самое лучшее – делать все то, что от нас зависит. Отправлять материальную помощь, выложить своих, выложить евреев, спасать людей, делать все-все-все-все, чтобы уменьшить количество жертв. Это наилучшее, что может сделать Израиль, но ни в коем случае не влезать, не быть техническим судьей, потому что, как Александр, вы совершенно справедливо заметили, что бы потом не произошло, виноватим будет Израиль, виноватим будут евреев. Нам нужно государству и правительству держаться от этой войны подальше, а людям, народу и, скажем так, гражданам Израиля, нужно как можно более четко выражать публично свое отношение к тому, что происходит. Вот это мое мнение. Марк, тот же самый вопрос, я только, может быть, маленькую еще одну, такой маленький штрих к этому вопросу добавлю. В ряде русскоязычных изданий у нас здесь в Израиле опубликовали, что когда господин Зеленский обратился к нашему премьер-министру с тем, чтобы Израиль, вернее, Зеленский назвал Иерусалим в числе тех городов, которые могут выступить местным для переговоров с Россией, он тем самым приподнял авторитет нашего государства. Он приподнял авторитет нашего государства этим. Там еще были, там был Стамбул, там еще были, по-моему, Будапешт, еще какой-то один город, четыре города, если я не ошибаюсь. Стамбул, Варшава, Баку, Иерусалим. Будапешт, по-моему, тоже еще был, где-то прозвучало это. Мне суть важна, это не состоялось, как я понимаю, не состоится, скорее всего. Твое мнение, нам нужно в это влезать? Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что я неожиданно в себе самого обнаружил, что я сегодня не согласен с Сашей. Я считаю, не то, что влезать, влезать в какой-то очень странный термин, не дипломатический. Я думаю, что нравственная позиция сегодня, сегодня, стоит не в оценке, кто прав, кто виноват, как правильно заметил ведущий, у каждого свое мнение по этому поводу. Я думаю, что у меня оно близкое к тому, что говорит Саш в данном случае. Дело не в том, чтобы сейчас определять право их виноватых, а нравственная позиция в том, чтобы елько возможно помочь прекратить войну. Помочь добиться того, чтобы люди не гибли, не бежали, чтобы людей, ну, их не убивали. Определяя сейчас, кто прав, кто виноват, вот сейчас вот слух, это мешать тому, чтобы прекратить войну. Нам, если говорить о нравственной позиции, нужно делать все для того, чтобы прекратить огонь. И в этом смысле роль посредника, она правильная и нравственная. Если это поможет восстановить войну, значит, надо пытаться быть посредником, тайным или явным. Это же вопрос о технологии, возможно, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Возможно. Так вот, значит, сейчас надо, я повторюсь, сейчас надо именно остановить, а не, вот, как Саш сказал, нам не надо быть там судьями или там взябрать на себя роль судей. Но посредник – это не судья, это вообще совсем другая работа. Посредник – это человек, который пытается помочь. Перемирие и мирные соглашения не происходят между друзьями. Они происходят между врагами. Марш, ты смотри, пожалуйста. Пожалуйста. Я не произнес слово «судья». Нет, ты не произнес слово «судья», а ты как-то сказал в том смысле, что не надо брать на себя роль там вершителя, так сказать, определяющего, человека определяющего, кто прав, кто виноват. Не знаю, видимо, ты правильно понял, но продолжил. Видите, неправильно понял. Вот. Дело даже не в этом. Посредник – это человек, который пытается помочь враждующим сторонам, а не явно враждующим, нечего стесняться, враждующим сторонам как-то сблизить позицию, найти какую-то возможность минимально договориться. Хотя бы о прекращении огня, хотя бы о каких-то гуманитарных, так сказать, подходах вот просто к самому, к самой ситуации сегодняшней. Как они договорятся потом, это будет видно. В первую очередь, надо им помочь найти за столом или через посредника возможность прекратить огонь, прекратить взаимное убийство. Не определяя сегодня. Пытаться сегодня определить, кто прав, кто виноват, это им быть во вред. Потому что это только разожжет страсти сторон, и оно помешает остановить огонь, и будет продолжаться гибель людей. Все остальное потом. Когда закончится стрельба, закончатся взрывы, закончится прямая гибель людей, и беженцы перестанут приедать свои дома, Ну, тогда, если удастся, с остывшей головой, можно будет говорить об условиях дальнейших отношений и так далее, и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, пытаться быть посредником надо. Если это возможно, если нам дано это сделать, выполнить эту миссию, то это прекрасно. Это снова говорит о значимости нашей страны, о ее, так сказать, как ты говоришь, о нравственной позиции. Не сидеть, как бы, как ты говорил, что, ну, не вмешиваться, я не знаю даже, как сказать. А именно помочь остановить огибель людей. В этом смысле роль посредника, она имеет потенциал для такой высоконравственной миссии. Ну, да, в том случае, если он имеет посредник влияния какое-то на каждую из сторон. У меня есть еще один вопрос. Еще один вопрос к вам тоже обоим. Насколько, на ваш взгляд, странной выглядит позиция нашего Министерства иностранных дел? Ну, тут сразу несколько факторов. То мы не поддерживаем страну, поголосавшую за резолюцию безопасности ООН с осуждением России в ответ, получаем оплеуху от Соединенных Штатов. То мы говорим, что поддержим резолюцию с осуждением России на специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Приводится даже цитата, высказывание нашего Министерства иностранных дел, господина Лапида. Мы имеем моральный, этический, исторический долг. Израиль был и будет по правильную сторону истории. Я еще по поводу правильной стороны вас спрошу. Тут же следуют указания на вот этой самой Генеральной Ассамблее специальной. Слово от Израиля будет держать не руководитель израильской делегации ООН Гелат Эрдан, а его заместитель Ноа Фурман. То есть мы снижаем уровень представительства. И здесь два вопроса. Первый вопрос. Но он лежит на поверхности, как говорится. Скажите, пожалуйста, это тот самый случай, когда по Жванецкому или снимите крест или оденьте трусы, во-первых. А во-вторых, вообще, когда более ста стран мира осуждают, выступают с осуждением какой-нибудь израильской, так называемой, в кавычках, агрессии против мирных палестинских крестьян или еще кого-то. Мы по какую сторону? По правильную или неправильную? Они те на правильной стороне или все-таки мы? Саш, по порядку? Я думаю, это больше похоже на героя чеховского рассказа. Помнишь? А сними-ка, брат Елдизин, с меня пальто. А накинь-ка, брат Елдизин, на меня шинель. Хриллево. Да, зависит от того, с какой стороны раздается окрик и с какой стороны летит очередная оплюха. К сожалению, вот в этом и есть наша довольно-таки безнравственная позиция, которая и заставляет нас вот так вилять и танцевать. Я понимаю, тысячу раз объясняете мне, что мы не можем ссориться и с Соединенными Штатами, и с Россией, что мы как бы должны быть слугой двух господ, что мы должны проскользнуть мимо капель. Но я в тысячный раз скажу, что этого не получится, в конце концов. Не получится. И нам будет еще, вот кто бы ни был в этой ситуации прав, кто виноват, но нам будет стигна за свою позицию. За то, что мы такие безвольные, за то, что у нас, извините за выражение, такие как бы вялые яйца, и за то, что мы не можем стоять на своем. В конце концов, чего мы по большому счету боимся. Мы, как бы о приводе знаем, что если мы попадем в подобного рода трудную ситуацию, то нам так же, как и Украине, придется защищаться самим довольно долгий период, пока мировое сообщество, так называемое, очухается. Готовы ли мы к этому? Полагаю, готовы. Должны ли мы занять более жесткую позицию? Я сейчас даже уже не говорю, какую. Ясную, жесткую, четкую позицию, которую нужно выражать. Должны. И тогда на нас не будут поглядывать как на, извините за антисемитское выражение, я вдруг сейчас приведу его, как к вертлявым еврейчикам. А будут относиться как к достойной стране, с жестким своим словом и своей жесткой позицией. Марк, тебе тот же самый вопрос, как нам, трусы одеть? Я думаю, что это не та ситуация, когда надо выбирать между наличием трусу, выбирать наличие Христа или трусу. Я думаю, что, вот Саша говорит, не получится, я несколько раз подчеркнула это слово. Ну, это гипотетический подход. Получится, не получится, мы не знаем. Мне ближе понятие делай, что должно и будь, что будет. Мы делаем то, что можем. Мы осудили войну и, по сути дела, в своих высказываниях дали ей, в общем, правильную оценку. То, что мы не сделали это в каких-то сверх резких выражениях, все лежит на поверхности. Давайте все-таки не забывать, что полтора миллиона евреев живет в России, и около 300 тысяч на Украине. У нас особое положение, и особое положение, что здесь Сирии действительно правильно обрисовало эту ситуацию. И особое положение с тем, что мы по-прежнему разрушили народ. И мы очень много делаем, мы все знаем, о чем речь, все участники разговора, для того, чтобы помочь нашим соплеменникам, согражданам, ну, выйти из Огненного кольца. Кстати, мы там помогаем и не только своим соплеменникам, просто людям и других национальности они выпадают. Вот этот реал работы наших представителей есть конкретные, не только конкретные факты, есть конкретные решения по этому поводу правительства Израиля. Я считаю, что в этой ситуации правительство Израиля делает все, что может. Министр иностранных дел занял более резкую позицию премьер-министра, ну, в силу его положения, и его необходимости общаться с лидерами с обеих сторон, занял более взвешенную, может быть, позицию. Ну, а может быть, наш министр иностранных дел, поскольку он готовится сменить нынешнего премьер-министра по ротации, может быть, он просто хочет понравиться американцам? Во-первых, я не исключаю ничего. Министр иностранных дел есть министр иностранных дел, у него свои заботы. Во-третьих, я надеюсь, что он сменит сегодняшнего премьера. Не то, что мне сегодняшний день не нравится, нет, почему я к нему с уважением. Он никогда бы за этим в каждом сенте не голосовал бы за его партию, но к нему это же и с уважением. Я думаю, что смена эта произойдет все-таки после того, что будет остановлен огонь. Я очень торопитываю на это. Это не завтра происходит, а, я думаю, что до какой-то приостановки происходящего остались все-таки считанные дни, ну, максимум. Надеюсь. Но будем надеяться, что это в самые ближайшие дни произойдет. У меня еще один к вам вопрос, друзья. Он чисто то, что называется исторический. Просто, когда я готовился к нашему эфиру, обнаружил случайно, что чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила Россию, она созвалась впервые с 82-го года. В 82-м году тоже созвалась чрезвычайная Генеральная Ассамблея ООН. И тогда осуждали не кого-нибудь, а осуждали Израиль за его действия на голландских высотах. Россия в хорошей компании или мы в плохой? Саша. Любое сравнение хромает. Любые исторические аналогии хромают. Мы должны, если мы делаем такой экскурс в прошлое, то мы должны дать зрителям полную картину. В той ситуации, когда Израиль захватил, аннексировал голландские высоты, Израиль был изначально стороной обороняющейся. Начнем с того, что Израиль завоевал голландские высоты. А не просто. И да, и этот факт решающий. Что Израиль ответным ударом, отвечая на ангрессию, завоевал голландские высоты. И дальше решил удерживать их в качестве как бы некоего военного атрофея. С тех пор прошло много-много лет. С тех пор сложился мировой порядок, когда страны договорились о том, что на некий, по крайней мере в Европе, договорились о той отправной какой-то якорной точке во времени в истории, страны перестанут предъявлять друг другу претензии. Поэтому не предъявлялись претензии по Керлинградской области, поэтому не предъявлялись претензии по другим, как-то произвольно поделенным европейским территориям. То же самое произошло и у нас. И я не знаю еще, как бы себя повел Израиль, если бы в той ситуации вокруг нас были бы стивилизованные европейские страны, а не банды, извините за прямоту, арабских варваров, которые спят и видят нас уничтожить. Которые мечтают о том, и главное, что они не просто мечтают, они вслух говорят, что евреи должны убраться с этой земли. Это разные ситуации, это нельзя сравнивать. Какие вещи могут... Я ни в коем случае не хочу обвинять вас, Александр, вопрос был легитимный, но такие вещи могут в незрелые умы заранить сомнения, что вот Израиль тоже хорош. Я читал уже десятки комментов о том, что вот Израиль гнобит палестинцев. Алло, ребята, посмотрите цифры и посмотрите, сколько за это время было сгноблено палестинцев. Поэтому я не считаю, что Израиль идеальная страна, и все ее поступки и действия в историческом плане были идеальны как с моральной, как с нравственной точки зрения. Но не все, Саш. Давай объективно. По крайней мере, но по крайней мере мы к этому стремимся. Спасибо. Марк, то же самое, мы в хорошей компании или Россия в плохой? Значит, мы Израиль, мы Израиль, на мой взгляд, оба раза и в 82-м году и сегодня находимся в хорошей компании с моей точки зрения. Я бы так не сказал о каждом случае, но в данном, вот конкретном, по данным конкретно, я считаю, что мы находимся в хорошей компании. В 82-м году я не обладал, будем прямо говорить, полнотурой информации по данному вопросу. Больше того, скажу честно, как были моменты вот моей уже израильской журналистской биографии, это мне казалось, что можно по Гаванам найти дипломатическое решение. Я сегодня признаю, что я ошибался. Дипломатическое решение можно находить с партнерами или даже противниками, которые находятся с тобой на одном уровне, скажем, цивилизации. В данном случае речь идет о разных цивилизациях, и поэтому это просто опасно для нашей страны говорить о дипломатическом подходе. Гаваны это не просто военное решение мы завоевали, это стратегический потенциал нашей безопасности. Я не хочу удлинять программу. Да, мы не будем вдаваться в эти подробности. Я разговаривал со специалистами, это просто как бы ничего обсуждать. В остальном я полностью у меня нет противоречий с тем, что сказал Саша, где спознатается. Единственное, что по сегодняшней сегодня, по решению ООН, ну да, мы в хорошей компании. Мы-то те, кто осудили происходящее, я не хочу сказать. Но в этой компании те, кто осуждают регулярно, Израиль тоже. Тем важнее наша позиция, что ее поддерживают и те, что мы занимаем позицию, которая поддерживает и те, которые даже те, даже те, кто иногда осуждает Израиль. Да, Саша. Мы не в той компании, где КНДР, где Иран, мы не в той компании, где Белоруссия, мы не в той компании. Так, можно еще два слова? Да, да, конечно. Так, если мы уже заговорили об ООН, то те, кто внимательно смотрит наши программы, знают мое отношение к этому как бы международному органу. Я давно убежден, на самом деле не только я один, что ООН как организация, руководящая, как бы пытающаяся организовать мировой порядок, давно устарела. Потому что невозможно я не призываю к новому переделу мира на полюса, но невозможно дать равное право голоса стране, в которой живет миллиард человек, или стране, в которой живет 20 человек, или стране, в которой нарушаются все возможные права человека, и сажать такие страны различные международные органы. Я думаю, что эта организация, как говорилось в мультфильме про Маугли, она пережила свой яд. Ее шкура уже высохла и отвалилась. Нужно придумывать какую-то новую структуру, которая обеспечит новый, более справедливый, более честный порядок мироустройства, организацию, которая будет способствовать и помогать не просто самым агрессивным и подлым нападкам на свободные и достойные страны, как Израиль, а будет их защищать. Пока же мы имеем в Организации Объединенных Наций более 40 антисемитических государств. Совершенно верно. Точно. Но я думаю, в новой организации будет примерно то же самое. Ничего не изменится. Мне очень хочется поговорить на тему истории и сегодня Сироли ООН, но я боюсь, что у нас нет этого. Но мы не об этом, да, мы сегодня не об этом. Специально, да, поговорим. У меня просто есть много чего, сказать, я занимался этой проблемой и писал о ней. Хорошо, Мат, я поставил галочку, мы поговорим на эту тему. Да, с удовольствием. Имейте меня в виду. Спасибо вам огромное за то, что приняли участие в программе. Надеюсь, увидеть сегодня вас и живьем, Бог даст. Всего самого доброго. Главное, будьте здоровы. До новых встреч. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Смотрите Ютон ТВ, не выключайте. Всегда мы с вами через несколько минут мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова